Александр Степанович Грин. Судьба, взятая за рога. В декабре месяце луна две ночи подряд была окружена двойным оранжевым ореолом, явление, сопутствующее сильным морозом. Действительно, мороз установился такой, что слепец Рен то и дело снимал с замерзших ресниц густой иней. Рен ничего не видел, но иней мешал привычке мигать, что, будучи теперь единственной жизнью глаз, несколько рассеивало тяжелое угнетение. Рен и его приятель Сеймур ехали в санях по реке, направляясь от железнодорожной станции городку Бе, лежащему в устье реки при впадении ее в море. Жена Рена, приехав в Бе, ожидала мужа, уведомленного телеграммой. Съехаться здесь они условились полгода назад, когда Рен не был еще слепым и отправлялся в геологическую экскурсию без всяких предчувствий. «Нам осталось три километра», — сказал Сеймур, растирая изгрызенную морозом щеку. «Не следовало мне вовлекать вас в эту поездку», — сказал Рен. «Вот уж подлинно слепой эгоизм с моей стороны. В конце концов, я мог бы великолепно ехать один». «Да зрячий», — возразил Сеймур. «Я должен доставить вас и сделать с рук на руки. К тому же...» Он хотел сказать, что ему приятна эта прогулка в пышных снегах, но, вспомнив, что такое замечание относилось к зрению, промолчал. Снежный пейзаж действительно производил сильное впечатление. Белые равнины в голубом свете луны под черным небом, холодно по-зимнему звездным молчащим небом. Не отстающая черная тень лошади, прыгающая под ее брюхом, и ясная кривая горизонта давали что-то от вечности. Боязнь показаться подозрительным, как все слепые, помешала Рену спросить о недоговоренном. Недалекая встреча с женой сильно волновала его, поглощая почти все его мысли и толкая говорить о том, что неотвратимо. «Лучше, если бы я умер на месте в эту минуту», — искренне сказал он, заканчивая печальным выводом цепь соображений упрека в себе. «Подумайте, Сеймур, каково будет ей? Молодая, совсем молодая женщина и траурный слепой муж. Я знаю, начнутся заботы, а жизнь превратится в сплошной подвиг самоотречения. Куже всего привычка. Я могу привыкнуть к этому, убедиться в конце концов, что так нужно, чтобы молодое существо жило только ради удобств калеки. «Вы клевещите на жену Рен», — воскликнул не совсем натурально Сеймур. «Разве она будет думать так, как сейчас вы?» «Нет, но она будет чувствовать себя не совсем хорошо. Я знаю», — прибавил, помолчав Рен, — «что я рано или поздно буду ей в тягость. Только едва ли она осознается перед собой в этом». «Вы делаетесь опасным маньяком», — шутливо перебил Сеймур. «Если бы она не знала, что стряслось с вами, я допустил бы не совсем приятные первую-вторую неделю». Рен промолчал. Его жена не знала, что он слеп. Он не писал ей об этом. В середине июля, исследуя пустынную горную реку, Рен был застигнут грозой. Он и его спутники торопились к палатке, шел проливной дождь. Окрестность в темном плаще к грозовой тени казалась миром, для которого навсегда погасло солнце. Тяжкая пальба грома взрывала тучи огненными кустами молний, мгновенные сверкающие разветвления их падали в лес. Межнебесными вспышками и громовыми раскатами почти не было пауз. Молнии блистали так часто, что деревья, беспрерывно выхватываемые из сумрака резким их блеском, казалось, скачут и исчезают. Рен не запомнил и не мог запомнить тот удар молнии в дерево, после которого дерево и ион свалились на небольшом расстоянии друг от друга. Он очнулся в глубокой тьме, слепой с обожженным плечом и голенью. Сознание слепоты утвердилось только на третий день. Рен упорно боролся с ним, пугаясь той безнадежности, к которой вело это окончательное убеждение в слепоте. Врачи усердно и бесполезно возились с ним. Той нервной слепоты, которая поразила Рена, им не удалось излечить. Тяжане оставили ему некоторую надежду на то, что он может выздороветь, что зрительный аппарат цел и лишь остановился в действии, как механизм, обладающий для работы всеми необходимыми частями. Написать жене о том, что произошло, было выше сил Рена. Отчаявшись в докторах, он упрямо, сосредоточенно, страстно ждал, как приговоренный к смерти ожидает помилования, ждал света. Но свет не загорался. Рен ожидал чуда. В его положении чудо было столь же естественной необходимостью, как для нас вера в свои силы или способности. Единственное, в чем изменились его письма к жене, это в том, что они были написаны на машинке. Однако ко дню встречи он приготовил решение, характерное живучестью человеческих надежд. Убить себя в самый последний момент, когда не будет уже никаких сомнений, что удар судьбы не пощадит и Анну, когда она будет стоять перед ним, а он ее не увидит. Это было пределом. Когда Рен приехал, вошел в комнату, где скоро должен был зазвучать голос Анны, еще не вернувшийся из магазина, и наступила тишина одинокого размышления, слепой упал духом. Небывалое волнение овладело им. Тоска, страх, горе убивали его. Он не видел Анну семь месяцев. Вернее, последний раз он видел ее семь месяцев назад и более увидеть не мог. Отныне, даже если бы он остался жить, ему оставалось лишь воспоминание о чертах лица Анны, ее улыбке и выражении глаз. Воспоминание, вероятно, делающееся все более смутным, изменчивым в то время, как тот же голос, те же слова, та же ясность прикосновения близкого существа будут твердить, что и наружность этого существа та же, какой он ее забыл или почти забыл. Он так ясно представил себе все это, угрожающее ему, если он не размозжит себе череп и не избавится от слепоты, что не захотел даже подвергнуть себя последнему допросу относительно твердости своего решения. Смерть улыбалась ему. Но мучительное желание увидеть Анну вызвало на его глаза тяжкие слезы, скупые слезы мужчины сломленного, почти добитого. Он спрашивал себя, что мешает ему, не дождавшись первого еще веселого для нее поцелуя, теперь же пустить в дело револьвер. Ни он и никто другой не мог бы ответить на это. Может быть, последний ужас выстрела на глазах Анны притягивал его необъяснимой, но несомненной властью пристального взгляда змеи. Звонок в прихожей всколыхнул все существо Рена. Он встал, ноги его подкашивались. Всем напряжением воли, всей тоской непроницаемой тьмы, окружавшей его, он усиливался различить хоть что-либо среди зловещего мрака. Увы, только огненные искры, вследствие сильного прилива крови к мозгу, бороздили этот свирепый мрак отчаяния. Анна вошла. Он совсем близко услышал ее шаги, звучащие теперь иначе, чем тогда, когда он видел, как она двигается. Звук шагов раздавался как бы на одном месте и очень громко. «Дорогой мой», — сказала Анна, «милый мой, дорогой мой». Ничего не произошло. Он по-прежнему не видел ее. Рен сунул руку в карман. «Анна», — хрипло сказал он, отводя пальцем предохранитель, — «я ослеп, я больше не хочу жить. Сеймур все расскажет, прости». Руки его тряслись, он выстрелил в висок, но не совсем точно, пуля разбила надбровную дугу и ударилась в карниз окна. Рен потерял равновесие и упал. Падая, он увидел свою, как бы плавающую в густом тумане, руку с револьвером. Анна, беспорядочно суетясь и вскрикивая, склонилась над мужем. Он увидел и ее, но так же смутно, а затем и комнату, но как бы в китайском рисунке, без перспективы. Именно то, что он увидел, лишило его сознания, а не боль и не предполагавшая близкая смерть. Но во всем этом, в силу потрясающей неожиданности, не было для него теперь ни страха, ни радости. Он успел только сказать «кажется, все обошлось» и впал в бесчувствие. «Это было полезное нервное потрясение», — сказал через неделю доктор Рен, уходившему с огромным рубцом над глазом. «Пожалуй, только оно и могло вернуть вам то, что дорого для всех». Свет. Примечание. Судьба, взятая за рога. Впервые журнал «Отечество» 1914 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова